ребятушки всем привет всех приветствую на канальчике такси кул фбр на связи как вы видите я вещаю с города харькова коренной житель поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на канальчик в поддержку харьковчанина готовьте чаёху ляля кебаб и мы стартуем рэдис тэди го погнали так ну что ребятушки заводим наш дэо лексус о чётенько мои хорошие на улице там кошмар дубео холодео замерзео сейчас показываю снег выпал ребят вообще же в шоке посмотрите на этого хомяка надутого спевая песни вот такая на улице погодка лежит снег по градусам у нас минус 3 минус 4 обалдеть поменялась погода в городе харькове конкретно ребятки мои хорошие мои дорогие всем привет поближе всем хорошего тупого настроения ну а пока вкратце значит сегодня у нас дубео холодео за мерзео минус 96 градусов на улице мороза а если честно то небольшой морозец и но это по ощущениям минус 96 было вы поняли ребят как вот сейчас погоде модно пишут по ощущениям по моим ощущениям минус 96 тысяч градусов а по факту небольшой минус и при этом идет снег ребят помимо всего этого и ночью был снег грядет вообще похолодание притом оно такое плав плавно такое резкое какое-то поняли но она будет на несколько дней может на неделю а там вообще непонятно насколько в общем наступили холода наступила настоящая зима у нас в городе харькове будем пытаться стараться выживать топить табуретками шкафами холодильниками телевизорами всем подряд нашу хату баклажками туалетной бумагой и всем чем придется буржуй уже протопил всякой мусорякой ребят буржуйчик наш красавчик видите этого кабана полтинника родились мальки ребят прикидывайте а может это рожает не такая как жопа оттопырена такие самочки конечно кабаны чельные есть малюк кабан полтинник бульбашки с водорослей идут видите классные водоросли и мальки могут прятаться я думаю что туда более крупные мальки залезли он ведь и вылавливать малька мелко живой корм а ну а на них напишите в комментах и на самочку чтобы она рожала это вот она самая рядки вот такой купил я обогреватель всем огромное спасибо теперь рыбкам будет теплей вот здесь поставлю обратно в аквариум этот обогреватель чтобы рыбки там не мерзли а сюда нашим роженицам установлю этот 180 гривен как вы видите на рынке купил дешевле всего потому что если в интернете заказывать с доставкой получается около 300 либо же брать где-то в магазине 320 мы с вами смотрели на ты был на база чеки за 180 как бы почти в два раза дешевле шикарно всем огромное спасибо кто помогает ребятки добра бабла позитивчика и всего самого шикарно в жизни пусть сбывается ваши мечты но у наших рыбок будут попки в тепле и надеемся что на мальках мы какую-то копейку заработаем купим зевсу каши крупы спасибо ребят всем огромное ребятки тест-драйв обогревателя тут который мы с вами клеили вот включил его в розетку светится выставлено двадцать шесть градусов там сверху я автомобильным герметиком заклеил будем посмотреть чине бьется он током как он вообще нагреет воду чине не взорвется ли он тот раз с него бульбы отсюда прям шли вот так бульбы бульбы шли когда он был включен и вода видно сюда затекала вот она видно там мокрая колба внутри тут еще и трещина он ведь еще и трещина на самой колбе так и делал потихоньку влога уходить видите ребят со стен плавно в угол в углу самое холодное видно место посмотрите что тут происходит багира типа не означай села напыщилась а байрактор так заглядывает и так клюнуть ее достать месть страшная штука да байрактор и типа он кушает а потом раз такую голову просовывает и хочет взорвать ну и бандита ну так ребятки мои дорогие я почитал вот это ваши комментарии я честно говоря в шоке сказать это ничего не сказать кстати как вам покрывальцы вот это вот связал крючком с детства люблю крючком вязать вообще просто нравится мне это дело пишут значит то что я кормлю бездомных собак костями пишут комментарии что я купил зашел магазин косточек там так и написано было для собак купил эти косточки вышел покормил что зачем ты кормишь собак костями кости собакам давать нельзя ребят если вы хотите я могу кормить этих собак хоть я не знаю там мясом высшей пробы стейками и так далее и тому подобное кидайте донаты карточки приват моно в закрепленном комментарии под видео не вопрос но мне кажется как только человек который реально найдется добрый скинет и скажет ну я не знаю такое будет вообще или нет ну к примеру да скинет человек деньги скажет купи обрезков даже не мясо просто обрезков по 40 гривен да там по 50 вы видели иногда нахожу такие кусочки печенки себе я тоже готовил с этих собачьих обрезков вполне можно это все есть перенюхал и что нормально это и можно есть в общем только начнешь кормить сразу напишут люди голодают а ты кормишь собак мясом мякотью понимаете то есть это просто вот как говорится да здравствует причина у человека чтобы просто пройти мимо животного не покормить его пускай по принципу сдыхает делает что хочет ребят эти собаки многие по оставались как и кошки люди повыезжали побросали все у меня у знакомого такая же была ситуация выезжали люди боялись закрыли кошку кошка там несколько месяцев просидела чекошка чекот в квартире закрытой приехали она оказалась еще живая представляете но не вытянуло животное бедненькое и а сколько таких просто выпускали на улицу выбегали бежали эвакуировались если вы хотите помочь животным можете там я не знаю кинуть на какой-то корм там на обрезки буду обрезками кормить не вопрос просто это все денег стоит ребят у меня на то что денег хватило я купил не прошел мимо так как и тушенку я покупаю в киоске ту которая в киоске продается недорогая и кормлю возле киоска возле многоэтажек котов подкормлю кошечек одного мы котофееча вот кто смотрит канал выкормили он вообще такой был знаете что вот как показывают там вот вот тут вообще откинется этот бедный кот такой весь замученный затрепанный худющий покрученный весь шесть склеенная и за лето выкормили его мы с вами что он уже ходит по улице гуляет и к людям пристает и вообще красавчик уже жених просто главное я считаю не пройти мимо и сделать то что ты можешь я мог купить костей я мог купить тушенки если бы у меня позволяли мои финансы поверьте мне ребят я бы купил бы мякоти развез бы пенсионеркам а то что бы осталось бы дал бы еще и собакам понимаете какие то там обрезочки либо же грязно так что такие дела если вы хотите помочь то вы ищите как помочь а если вы ищите оправдание чтобы не помогать то вы ищите оправдание вот и все как я вижу эту ситуацию всех обнял до хруста всем адекватным ребятам огромное спасибо кто помогает и кидает денежки на карточку на корм животным и на то чтобы купить дрова топить хату спасибо ребят огромное некоторые собаки вообще чтобы вы понимали с мусорки едят или вообще ничего не едят так же как и коты ходят доходяги что уже этих котов сороки доедают понимаете да и по мусоркам сейчас им есть особо нечего потому что я вам скажу свои такие наблюдения очень много людей очень много людей лазят и сами там что-то выискивают в этих мусорках и котам не достается и ровным счетом ничего и собакам в том числе а там уже наверное и сорокам ничего не достается потому что то что рамы побитые окна идут на дрова двери и все остальное то что можно в металлолом а то что можно съесть съедается вот она как говорится горькая правда ребят ребятушки всем добра бабла позитивчика подписывайтесь на канал ставьте лайки нам с багирой пишите комментарии подписывайтесь на инстаграм тикток телеграмм группу таксистов ну а кому нужна страховка страховка залетайте по ссылке в описании мы с багирой вас страхуем по промокоду таксикул 21 вашу тачку а сага будет с 10 процентной скидкой всех обнял до хруста пуко пуко до новых встреч до новых встреч